Взлетно-посадочная полоса аэропорта Каракол была построена в 1978 году. Во времена Союза аэропорт функционировал в штатном режиме. Однако потом рейсы принимались только из Алматы. Прошло более пяти лет с тех пор, как самолеты перестали сюда прилетать. Сейчас идет подготовка к замене взлетно-посадочной полосы на новую. Длина взлетно-посадочной полосы в воздушной гавани будет на 400 метров больше, чем раньше. В сумме получится 2400 метров. Сейчас верхний слой полосы полностью снят и ведутся подготовительные работы для укладки новой. Затем будет уложен 20-сантиметровый асфальт. Тем самым будут созданы условия для полетов и посадок самолетов среднего класса, вместимостью 120 пассажиров. Кроме того, будет уложен новый асфальт на стоянке самолетов. Объем работ, который предстоит выполнить, на полосе длиной 2400 метров и шириной около 50 метров. В связи с этим учреждения, взявшие на себя обязательства по строительству, с 3 января продолжают непрерывную работу. Работает 20 самосвалов, 7 экскаваторов. Работа по плану запланирована, выполняется почти на 100%. Готовится котлован для выемки грунта под засыпку котлована взлетно-посадочной полосы. Я думаю, через месяц-два взлетная полоса будет закатана. Помимо взлетно-посадочной полосы началось строительство нового аэровокзала. Новый аэропорт может обслуживать 250 человек в час, а в день может садиться 15-20 самолетов среднего класса. Также будет установлено осветительное оборудование. Для взлета и посадки самолетов в вечернее время для приема пассажиров будет построен современный аэровокзал. Аэропорт сможет обслуживать до 250 пассажиров в час в соответствии с современными требованиями. Как отмечают специалисты, благодаря этому проекту индустрия туризма поднимется еще на одну ступеньку выше. В настоящее время прибывают туристы из России и Казахстана, чтобы посетить гарнолыжные базы. Их число может удвоиться, если воздушную гавань ведут в эксплуатацию. Так как Каракол является административным центром области, строительство аэропорта необходимо. Разные же бывают ситуации. Когда вы спешите, вы можете сесть и добраться до места назначения быстро. Если наш аэропорт будет запущен, это будет очень здорово. Жители Каракола искренне рады тому, что у нас строят аэропорт. В 90-е мы без проблем летали в Воши и Бишкека. Сейчас действительно тяжело летать из аэропорта Тамчи. Дорога просто изматывает человека. И главное, чтобы цены не были слишком высокими, чтобы каждому было по карману. Я думаю, если строительство аэропорта завершится, то количество туристов в нашу страну значительно возрастет. Даже сейчас и зимой, и летом туристы приезжают к нам независимо от расстояния. Чем больше туристов приезжает к нам, тем больше доходов поступает в страну. Пять-шесть лет назад в этом районе началось строительство еще одного крупного горнолыжного курорта. Однако после наш инвестор отказался, сославшись на то, что в Караколе нет аэропорта, а дорога из Бишкека далека. И теперь, если этот аэропорт заработает, то мы продолжим работу над остановленным проектом. Потому что город Каракол хорошо развивается именно в индустрии туризма. Проект планируют завершить к концу 2023 года. Кыргызстан уже зарекомендовал себя как страна летнего туризма. И Сыкуль неоднократно привлекал внимание иностранных туристов. В последние годы Кыргызстан также возродился зимний туризм. И как раз таки в этом случае важно, чтобы местные воздушные силы работали на полную мощность. Ирлан Джуншалиев, Нурхузаб Драхманова, Идиль Мелизбеков и Бахыт Шаимбетов, Аллато-24, Иссыкульская область.